Трям, дружище. Джейми, как обычно, у Клава Мыши. И я рад поздравить тебя с приходом очередной пятницы и с добавлением новых скинов в нашу любимую игру под названием Rust. Итак, на этой неделе разработчики нам добавляют аж целых новых 12 скинов на тематику Пасхи. И теперь пришло самое время для того, чтобы на них посмотреть. Так, не забывайте о сервере моём. И коннект, как обычно, будет в описании. Итак, поехали. Для начала надо добавлять такую вот дверку-уточку. Обычная металлическая дверка. Жёлтенькая. С изображением клюва уточки, глазок, лапок. Достаточно мило выглядит. Интересно, необычно. Прикольно. Плюс тут ещё в том, что она однотонная. Эта дверка. Едем дальше. Естественно, обычное пасхальное яичко. Новое, я так понимаю. С изображением подводной лаборатории внутри. И с играющей музыкой. Вот такой маленький деревянный ящик. С изображением яичек. Для хранения яичек предназначен. Так, по-моему, он называется. Xbox или что-то такое. Тоже достаточно неплохой, интересный. Такую деревянную дверку шоколадную. Сверху с глазурью. И с какими-то маленькими конфетками. Тут все скины будут на тематику Пасхи. Поэтому там чего-то сверхъестественного можете не ожидать от этого выпуска. Такую вот печку. Сейчас в печку закинем немного дерева. Посмотрим, как она будет гореть. Да, деревянная дверь. Ну, что там? Дерево может потреблять. Да, вот если печку зажечь, то тут загораются некоторые элементы на ней. Начинает она светиться. Тоже такая шоколадная. Тут вафелька. Сверху глазурь какая-то. Еще что-то. Морковки нарисованы. Ну, и плохая печка. Достаточно интересная. Итак, едем дальше. Переходим к оружию. Добавляют нам берданочку. Тоже в стиле Пасхи. Изображен на ней кролик. Изображены морковки. Тоже она такая вся сладкая. Шоколадненькая. С глазурью. Да, вот такая вот берданочка. Выглядит забавно. Добавляют и оку-морковку. Тоже выглядит достаточно интересно. Вот и ока-морковка мне, пожалуй, из всех вот этих скинов, которые сегодня добавляют, понравилась больше всего. Интересное решение, интересный скинчик. Ну, и добавляют лук. Морковный лук. Ну, тоже такое. Как будто взяли лук из морковки, вырезали. Интересно. Неплохо выглядит. Итак, далее переходим к вещам. Добавляют такой сетик, который косплеит кролика. В карманах морковка. В кабуре морковка. Капюшон с ушами. Прикольный сетик. Прикольный сетик. Тоже вот хорошо выглядит. Заинтересовал. После вот этой морковной и оки он у меня. Неплохой сет. Прикольный. Можно даже в таком побегать. Единственное, но он неполный пока что. Пока, когда ждать теперь следующей пасхи, если может быть добавят сюда сет из брони. То есть нагрудный, нагрудник из МВК, там, допустим, килт из МВК, маску из МВК. Ну, не факт как бы. Ну, сет вот такой вот добавленный в этом году. Неплохо. Сет интересный достаточно. Мне он очень нравится. Также добавляют там бандану вот такую в стиле пасхи. Тоже она такая вся, как рожок вафельный выглядит. С глазурькой и с конфетками. Ну, и панамку. То же самое. Это панамка как бандане. В общем, такой небольшой сетик из панамки и из банданы. В одном стиле выполнены. Ну, и добавляют нам перчатки из дорожных знаков. Тут, в принципе, все то же самое, как и у остальных всех предметов. Шоколадные и с этими. С краплениями конфеток каких-то. Что ж, дорогие друзья. Ну, такая неделя была. Следующие скины она нам принесла. Не забывайте подписываться на канал, если по какой-то причине этого еще не сделали. Не забывайте поддержать данное видео лайком. И оставить свои комментарии. Какие скины вам понравились. Какие бы вы скины приобрели, либо уже приобрели, либо какие советуете приобрести. А здесь с вами был Джимми. Всем удачи. Увидимся на следующей неделе. Пока. Какие-то вы, ребятки. Не забывайте подключаться к серверу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.